Новости продолжают эфир. Канал А24КЗ. В студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. Благодарственные письма от главы государства в преддверии весеннего праздника сегодня получили и женщины Уральска. Всего отметили шестерых представительниц прекрасной половины. Кроме того, еще 27 женщин Западно-Казахстанской области сегодня получили почетные грамоты и награды. В их числе врачи, учителя, полицейские, спортсменки и общественные дети. Я работаю на государственной службе с 2002 года, уже 22 года. Сейчас я возглавляю телектический район, являюсь акимом района. Сегодня я получила благодарственное письмо за свою работу на государственной службе от нашего президента Хасан Жамар Кемельевича Тукаева. Конечно, я не ожидала, что так оценят мои труды, но очень-очень приятно. В Брюсселе отметили годовщину сотрудничества Казахстана и ЕС в сфере устойчивых сырьевых материалов. В конференции высокого уровня принял участие советник президента Булата Кчулаков. Подробности у Жанат Эрнст. Взаимовыгодные партнерства Казахстана и ЕС в сфере зеленой экономики – идеальный шаблон для международного сотрудничества, вносящий важный вклад в достижение целей климатической нейтральности, развития цифровых инноваций и обмена опытом и технологиями. Об этом выступая на панельной сессии конференции, отметил советник президента нашей страны по вопросам энергетики Булата Кчулаков. Сейчас обсуждаются технические детали строительства завода мощностью в 40 гигаватт по производству зеленого водорода в Мангистаусской области. Казахстан богат редкоземельными металлами, которые являются металлами будущего. Они очень важны в дальнейшем развитии электромобильности и транспорта аэрокосмической промышленности в сфере хай-тек. Два года назад Казахстан одним из первых подписал СЕС-меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости зеленого водорода. Казахстан, конечно же, представляет очень много инвестиционных возможностей. СЕС – самый крупный инвестор и самый важный торговый партнер Казахстана, на долю которого приходится треть общей торговли нашей страны. Успешно развивается и двустороннее сотрудничество в транспортной сфере. В январе этого года в Брюсселе прошла крупнейшая инвестиционная конференция по взаимосвязанности. По итогам этого форума Казахстан и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о финансировании проектов на сумму в полтора миллиарда евро. Мы развиваем не только экономическое сотрудничество, но также и политические взаимоотношения. Мы поддерживаем позитивную роль Казахстана на международной арене и реформы, которые важны, в том числе и для развития бизнес-климата. Наше соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве содержит 29 различных сфер. Это интенсивно и позитивно развивающееся взаимодействие, и мы надеемся, что в ходе будущего саммита ЕС в Центральной Азии мы сможем подписать ряд соглашений по реализации конкретных проектов. По словам европейского чиновника, это свыше 30 транспортных и инфраструктурных проектов Евросоюза не только с Казахстаном, но и со всеми странами Центральной Азии. Ожидается, что на предстоящем форуме будут достигнуты договоренности по 9 крупным проектам по сотрудничеству в регуляторной сфере. Они касаются конкретных деталей таможенного законодательства, торговых тарифов, а также цифровизации, способствующей уменьшению коррупции. Жанна Тернежа, Март Ахметов, 24КЗ, Бельгия, Брюссель. Сенат в двух чтениях одобрил закон по вопросам трансферного ценообразования. Он усилит контроль за основными экспортными позициями Казахстана и, в частности, исключит занижение цен. По словам депутатов, некоторые крупные налогоплательщики создали искусственные посреднические структуры и сбывали свою продукцию так называемым эксклюзивным торговцам по ценам ниже рыночных. В таких случаях невозможно получить финансовую отчетность и создаются риски вывода капитала из страны. Мобильные переводы казахстанцев превысили торговый оборот страны. Почти 70% индивидуальных предпринимателей скрывают доходы. Об этом в кулуарах парламента заявил вице-министр финансов Ершан Боржанов. Из 1,4 млн предпринимателей 944 предпринимателя по итогам первого полугодия сдали нулевую отчетность. Это 67% индивидуальных предпринимателей не показывают доходы. Если просмотреть данные Национального банка за прошлый год по реализации продукции, работы и услуг, которыми вы все являетесь покупателями, через банковские карты прошли 55 трлн тенге. То есть вся реализация физическим лицам прошла 55 трлн тенге за год. А переводы, так называемые физическим лицам, либо переводы ИПшникам, составляет 80 трлн тенге за год. К реконструкции электрических сетей приступили в селах Казалардинской области. На сегодняшний день изношенность линий электропередачи в целом по региону превышает 65%, а в Казалинском районе все 70%. До конца года планируется модернизация. Начата реализация ряда проектов на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Средства направят на замену изношенных линий, трансформаторов и опор в 10 селах. В этом году выделено 50 млн тенге на реконструкцию электросетей села Кожабакы. Подрядчик определен. Работы вскоре начнем. Кроме того, 320 млн тенге потратим на модернизацию электросетей поселка Айтикеби. В прошлом году в городе Казалинск обновили 27 км линий электропередач, 4 трансформатора и 457 опор. А в области ЖДСУ еще 5 сел подключили к природному газу. До конца года планируют обеспечить голубым топливом 10 населенных пунктов Харатальского района. В прошлом году в регионе реализовано 22 проекта по строительству газораспределительных сетей. В целом в регионе из 358 населенных пунктов 192 подлежат газификации. До этого мы уже 31 населенный пункт подключили к природному газу. До конца года обеспечим еще 30 сел. Кроме того, 62 проекта уже подготовлены и по программе развития до 2025 года газифицируем 126 аулов. Президент вручил награды победительницам конкурса АРУАНА за лучшие социально значимые проекты. Лауреатами названы 6 участниц. В различных номинациях лучший проект развития сельских женщин, популяризации национального культурного наследия, развитие гражданского самосознания и проекты в сфере агробизнеса и креативной индустрии. Глава государства поздравил женщин с наступающим праздником и сделал ряд заявлений. Подробности у Динар Шинбатыровой. Гордость, что идем с верховным главнокомандующим. Очень приятно. Для нас это большая честь. В первую очередь мы рады, что нас оценили, пригласили. Всех женщин поздравляю с праздником, особенно медицинских работников, потому что я сама медик. Всем-всем здоровья, весеннего настроения, чтобы у нас в Казахстане всегда все было благополучно. Самое главное – здоровье. Я хочу поздравить всех наших девушек, всех наших мам с праздником. Праздник весны всегда живет, начинается с девушек, с женщин. Я хотела, чтобы они всегда были счастливы, прекрасны и удивительны. Конгресс-центр сегодня превратился в обитель тепла и улыбок тысячи ярких женщин на одной волне. Эти вибрации и есть источник вдохновения. Как никто другой знает об этом президент страны. Сегодня он собрал вокруг себя самых деятельных и смелых представительниц прекрасной половины человечества. Касым Жумар-Тукаев поздравил женщин с наступающим праздником и отметил их высокую значимость. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови. В своем выступлении глава государства выразил признательность всем дамам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо страны. И отметил, что государство и дальше будет делать все, чтобы поддержать женщин. По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслехатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Например, агробизнес. Казалось бы, не женское дело, но именно благодаря Ботагос Аркашбаевой развивается одно из сельхозпредприятий. О том, что нет ничего невозможного, подтверждает и Ельчебаева Бакатгуль. Она уверена, что у населения меньше возможностей для развития, чем в городе. За что и получила статуэтку Аруана из рук президента. Отличившихся президент отметил в номинациях лучший проект в сфере науки, популяризации национального культурного наследия, креативной индустрии. Каждую частицу своей души и веры вложила в развитие гражданского самосознания Алия Хмеджанова. Это на самом деле было неожидаемо для нас, было сюрпризом, что нас номинируют на такую интересную номинацию за развитие гражданского сознания. Нам было приятно, что господин президент понимает, какой вклад сейчас необходимо делать со стороны женского и половины населения. И что на самом деле женщина это не только воплощение красоты и грации, скажем так, но это и сочник тепла, гармонии, мудрости. После награждения торжественные аплодисменты сменились замирающие взгляды. На сцене артисты показали не просто концерт. Через постановку они продемонстрировали роль женщины в обществе. Сегодня было столько слез, эмоций, восхищения. И последние годы мы видим такое пристальное внимание со стороны президента, вообще к женскому полу, к нашему месту в обществе. К тому, чтобы поднять высокий уровень действительно женского положения в целом в обществе. И сегодня концерт был таким, наверное, своего рода сигналом для всего общества, как надо относиться к женщине. Каждая из этих женщин самый настоящий боец. Они смелые, креативные, инициативные. И каждый день своим трудом они делают нашу страну чуточку лучше. Учат, лечат, кормят, управляют, вдохновляют. И здесь даже дело не в красоте или грации. Это больше про смелость и активную гражданскую позицию. Динар Жумбатырова и Джан Канапиявула при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана 24КЗ. На востоке Казахстана больше 40% организаций и предприятий возглавляют женщины. Они активно ведут бизнес, трудятся в самых разных отраслях. При этом успевают участвовать и в общественной жизни. Сегодня представительниц прекрасного пола, внесших большой вклад в развитие экономики и социальной сферы области, с Международным женским днем поздравил глава региона Ермек Кущербаев. Встреча Акима области с женской общественностью региона – это возможность еще раз отметить заслуги представительниц самых разных профессий. Среди собравшихся – врачи, учителя, бизнес-леди и даже лучший следователь Восточного Казахстана. Вопреки ожиданиям, в этом мужском деле преуспела капитан полиции Шанар Рустемкоза. В Восточном Казахстане все лучшие следователи, потому что работа у нас очень сложная. Мы не считаемся никогда со временем, всегда на страже порядка. Но при этом женщины успевают совмещать карьеру и материнство, добиваются олимпийских медалей, как Ольга Рыбакова, и не боятся встать во главе крупных промышленных предприятий. Но все же больше всего представительниц прекрасного пола в социальной сфере. Именно они учат и лечат, заботятся о сиротах, занимаются реабилитацией детей-инвалидов. Потому что женщина – это мама. Поэтому, если проблема касается именно ребенка, мама все сделает для ребенка. Видимо, поэтому на Востоке активно развиваются общественные объединения в этом направлении. Весна в регионе, к слову, началась с масштабного благотворительного балла. Организаторы, сообщество «Нету Вумен» собрало почти 30 миллионов тенге в помощь детям-аутистам. Они должны социализироваться, и это возможно. С помощью реабилитации, правильно, ранней диагностики и с помощью реабилитации. Поэтому мы над этим работаем. И труд женщин вносит весомый вклад в развитие региона в целом. Анна Александровна, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, 24КИЗ. Десятки видеороликов о недавно случившемся землетрясении в Алматы продолжают публиковать в социальных сетях. Одно из них тронуло пользователей Казнета до глубины души. На кадрах директор успокаивает ученика в момент происшествия. О том, как все было, герои ролика рассказали нашему корреспонденту Наргизе Токижановой. На этих кадрах директор школы пытается успокоить ребенка. Обнимая его, Ардак Смогулова вытирает слезы и говорит, что все будет хорошо. Прислушиваясь к словам педагога, мальчик перестает плакать. Сложно в такие моменты лишние фразы говорить, потому что по-разному ребенок может среагировать. И были только слова Жанна, все нормально, все завершилось, обняла, поцеловала. Ну и он меня понял, он кивнул головой и потом уже стал дальше кушать. А до этого сидел, не мог кушать. В момент землетрясения, как положено, всех учеников вывели на площадку, говорит бабушка мальчика Ханымай Базбакова. Позже, когда они вернулись в здание, решили все вместе пообедать. Тогда же она заметила, что внук растерялся и был напуган. Я испугался за маму, за школу, за бабушку, за себя, за всех. Это не каждый директор может встать так, подойти к ребенку. Это о чем говорит? О том, что директор настоящий, педагог, любящий детей. Говорит о ее внимании. В сфере образования Ордак Смогулова работает больше 40 лет. Продолжает семейную династию. Ее мама была учителем начальных классов, передала секреты профессии. Когда у нее были минуты чистописания, у нее дети одинаково начинали писать. Она проводила такие великолепные мероприятия. Родители к ней шли домой советоваться. Главное в работе педагога, считает Ордак, это любовь и доброта к детям. Без этого понять и научить ребенка вряд ли возможно. Охота с ловчими птицами становится все популярнее на востоке Казахстана. Причем не только среди мужчин. Самой юной девочке Беркучи всего 14 лет. Азерея Марс Кзэ воспитывает своего крылатого питомца уже 6 лет и мечтает участвовать с ним в международных состязаниях. Ханель Есенбердина расскажет. Восьмиклассница Азерея из Уландского района все свое свободное время проводит не в гаджетах. Она спешит с отцом на охоту вместе с любимыми питомцами Тазе и Беркутом. Для нее это норма. Девочка с 8 лет продолжает семейное дело. Своего орла она назвала Музбалаком. Вытащила его из гнезда еще птенцом. И с тех пор они неразлучны. Музбалак сильная птица. Ему даже бушующий ветер не помеха. Он легко находит добычу. Иногда попадаются зайцы. Но в основном охотимся мы на лис. Девочка утверждает, трофеи обязательно нужно пускать в дело. Вот это мак на голове юной охотницы, шит из шкуры, добытой вместе с Музбалаком лисы. Рациону своего питомца Азерея уделяет особое внимание. Птицу нужно постоянно держать в форме. Сейчас она в состоянии взять даже волка. Гордится им хозяйка. С Музбалаком у них особая связь. Он узнает меня по голосу. Иногда специально зовет меня. Я это чувствую и стараюсь обязательно к нему подойти. Но бывает Музбалак и без настроения. Особенно если приболел. Тогда с ним на охоту идти бесполезно. Он даже не поднимется за добычей. Неинтересно птице добыча и на сытый желудок. Поэтому в сезон охоты орлу полагается минимальное питание. В остальное время Музбалак предпочитает говядину. Причем только чистую мякоть, без соли и жира. Из-за птицы на зиму мы заготавливаем сразу два сагыма. Две головы крупного рогатого скота. Для себя и для Музбалака. Потому что ест беркут много. В день минимум 250-300 граммов мяса. Не просто и ухаживать за таким питомцем. Но Эзере справляется. Поддерживает девочку и мама. Шакирман Ушан мастерица рукоделия. Шьет национальную одежду. Переживает, что дочь предпочла исконно женскому делу. Охоту с ловчими птицами. Но выбор Эзере уважает. Забочусь, чтобы на охоту дочка выходила всегда сытой и тепло одетой. Тогда не страшна никакая непогода. Как мужчин своих готовлю к охоте, так и ее. При этом слежу, чтобы и к школе она все успевала. А Эзере маму не подводит. Учится она отлично. Но главная ее мечта – развивать искусство национальной охоты и показывать традиции миру. Правда, сейчас юную беркучи волнует другое. Скоро ей предстоит тяжелое расставание с улюбимым Музбалаком. В шесть лет птицу полагается отпускать на волю. Анна Лисенбергнич, Григорий Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, 24 Кизет. Казахстанки доказали свою конкурентноспособность практически во всех сферах деятельности. Даже сами мужчины, признаются, ни женских профессий практически не осталось. С этим согласна и чемпионка мира по стрельбе из Лука Анжела Тарыца. Девушек-учениц у тренера гораздо больше, чем молодых людей. Секреты точного попадания в цель узнавала и наш корреспондент Батагоз Пазарбаева. Мы видим свою цель, наш мозг подает сигнал и каждая частичка нашего тела выполняет действие. Если все четко правильно делать, вы будете попадать туда, куда хотите. То есть что самое главное? Самое главное – это наша стойка, уверенная стойка. Спинку выравниваем, осанка всегда должна быть ровной. Голову поворачиваем, голова остается неподвижной. Хорошо. В левой руке мы четко, ровно держим лук. То есть это наше направление идет. И здесь уже работает правая рука. Традиционной стрельбе из Лука не нужно прищуриваться и целиться в яблочко. Главное – устойчивость и интуиция, говорит Анжела. За ее плечами каждодневные тренировки и десятки наград среди них – золото мирового первенства в Румынии два года назад. Сама чемпионка вспоминает, она просто не могла вернуться домой без медалей. Это вообще такая интересная история. Я по национальности румынка, метиска, у меня отец румын, мама казашка. И я помню, как-то мы сидели у сестры за столом, и же девушка спрашивает. А вот ты в Кыргызстане была, кто там первое место занял? Я говорю, у Кыргызска. Он говорит, а вот в Турции ты была, говорит, кто на соревновании первое место занял? Я говорю, турчанка. Он говорит, ну все, значит, тебе надо в Румынию. А тогда еще не было соревнований в Румынии. И вот буквально там 10 дней проходит, что ли, и мне говорят, поедешь в Румынию на соревнования? Я говорю, конечно. На трехмесячные курсы по стрельбе из лука, открывшиеся в столице 7 лет назад, Анжела пришла случайно просто попробовать. Сейчас она в составе национальной сборной, мастер спорта и тренер. Ее ученики вместе со спортивными навыками перенимают у тренера ее умение достигать целей. 11-классница Дельнас поступила в один из чешских вузов и намерена продолжить стрелять. В Чехии, скорее всего, нет таких клубов. Я собиралась открыть свой клуб в Чехии. Анжела для меня уже как вторая мама. Да, как тренер она очень хорошая. Всему мне научат. Следующая цель спортсменки – победа во всемирных играх кочевников. Их этой осенью примет казахстанская столица. А в преддверии весеннего праздника лучница дарит казахстанкам музыку. Еще один талант – виртуозное владение дамброй. Как говорит сама Анжела, у нее от казахских корней. Опера «Брюс» и композитора Рахата Биабдысагина прогремела в Великобритании. Произведение, написанное в честь юбилея одного из самых известных королей Шотландии, является объектом докторского исследования казахстанского пианиста. Музыкальные эксперты по достоинству оценили мировую премьеру. Мировая премьера оперы «Брюс» прозвучала сразу в четырех городах Шотландии – в Глазго, Эдинбурге, Сент-Эндрюсе и Данфермлине. На музыкальных вечерах был полный аншлаг. Эпическое произведение казахстанского композитора Рахата Биабдысагина не оставило равнодушными ни любителей истории, ни ценителей оперного искусства. Безусловно, история Роберта Брюса широко представлена в различных медиаформатах. Множество людей уже пытались воплотить эту историю в разных форматах. Думаю, необычным эту оперу делает тот факт, что композиторы из Казахстана, глубоко тронутые этой историей, пытаются переосмыслить ее в своем уникальном ключе. Мы работали вместе, чтобы привнести больше физики в музыку. У нас много традиционных элементов, но есть и современный микс, который, естественно, вписался в композицию. Так что я с нетерпением жду возможности поработать с ним еще. Для создания музыкального шедевра композитор приложил немало усилий. Он работал с ведущими лингвистами и учеными, чтобы установить исторический контекст, а также воссоздать произношение ранних шотландцев. Либретта основана на отрывках из средневековой поэмы о короле Шотландии Роберте Брюсе. В честь 750-летия со дня его рождения Рахат Би написал оперу. Эта опера основана на поэме, написанной в 1375 году Джоном Барбуром. В ней есть элементы действия и прямая речь, принадлежащая королю Роберту Брюсу. Опера представляет некий своеобразный мост между прошлым и будущим. Здесь есть мультикультурный аспект, ключевая идея произведения — свобода, та, что принадлежит человечеству в целом. Для меня это был сюрприз, когда Рахат Би сообщил мне, что собирается написать оперу о Роберте Брюсе. И я подумал, боже мой, ни один шотландец до сих пор не решался взяться за эту тему. Это потрясающе! Мы вместе работали над фрагментами текстов. Мы отрабатывали произношение слов с певцами. Сколько труда он вложил в произведение еще на начальном этапе работы. В постановке участвуют оперные певцы, хор и дирижеры Королевской консерватории Шотландии. Органную партию исполняет сам Рахат Би Абдысагин. Музыка, декорации и костюмы — все продумано до мелочей. И даже места проведения концертов выбраны не случайно. Они наполнили смыслом эти монументальные крыши, арки и залы. Мы многим обязаны Казахстану за то, что эта опера рассказала миру, кто мы есть. Это был голос, призывающий к памяти о том, что каждый из нас должен хранить в сердце. Мы находимся в церкви аббатства Данфермлин. Это очень старое здание. Само аббатство было построено в 12 веке. И многие короли и королевы Шотландии похоронены именно здесь. Среди них есть также могила Роберта Брюса. И то, что это место стало последним из четырех, где прошел концерт, придает произведению уникальность. Рахат Би – виртуоз. В музыкальной среде его прозвали Казахским Моцартом. Талантливый пианист, композитор является автором свыше 150 произведений. От камерных миниатюр до монументальных симфоний и опер. Сегодня его имя звучит в знаменитых концертных залах Европы, Азии и Америки. Сандугаш Байгуаныш, 24КЗ. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин